Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. В Финляндии пришлось полностью закрыть свои границы с Российской Федерацией после миграционной атаки на эту северную страну. То, что происходит сейчас с мигрантами на границе между Россией и Финляндии удивительно напоминает недавний миграционный кризис во взаимоотношениях Беларуси с Польшей и Балтийскими странами. Уже тогда говорили, что, скорее всего, белорусский правитель Александр Лукашенко репетирует ситуацию с возможной дестабилизацией на границах. И мигранты, которых белорусские пограничники и другие силовики направляют в сторону Европейского Союза, должны продемонстрировать белорусским и российским спецслужбам слабые места этих границ, например, для того, чтобы потом этими слабыми местами могли воспользоваться диверсанты из той же самой частной военной компании «Вагнер». И что миграционный кризис — это оружие Александра Лукашенко, которым он пытается ответить цивилизованному миру на поддержку белорусского народа во время протестов 2020 года. История с границей с Финляндией практически тот же самый инструментарий, только на этот раз связанный с вступлением этой страны в Североатлантический Союз. Президент Финляндии Сауля Нинисте рассказывал, что президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал достаточно спокойно и даже равнодушно, когда глава финского государства сообщил ему, что на фоне агрессии Российской Федерации против Украины Финляндия приняла решение о своем присоединении к Североатлантическому Союзу, и таким образом ее граница с Россией, одна из самых протяженных границ России с другими странами, становится границей НАТО. Но спокойствие Владимира Путина еще не означает, что российский диктатор не стал вынашивать планы мести. Понятно, что к открытой войне с НАТО Российская Федерация не готова, по крайней мере пока. Но это не означает, что по отношению к Финляндии Москва не станет придерживаться той же дестабилизирующей политики, которой она, по сути, через Лукашенко придерживалась по отношению к Польше. Недавний подрыв энергопроводов в Балтийском море должен был продемонстрировать, что возможны любые инструменты для создания, по крайней мере, атмосферы нестабильности для Финляндии, Швеции и Балтийских стран. А теперь задействован и миграционный кеофактор. При этом финские силовики указывают, что на самом деле создается ощущение, что мигранты, которых российские пограничники посылают к финской границе, вовсе не хотят переходить на территорию Европейского Союза. Что большому счету они вынуждены исполнять те инструкции, которые получают от российских пограничников, не имея возможности остаться на территории самой Российской Федерации. И именно понимая, что речь идет о тщательно спланированной провокации, Финляндия и закрыла свои границы. При этом совершенно не видно, каков может быть источник этой провокации. Ну, вспомним хотя бы о том, что пограничные войска – часть Федеральной службы безопасности России. А сама Федеральная служба безопасности России – это главная вертикаль власти в этой стране. Именно от руководства Федеральной службы безопасности России, от ее сотрудников, президент России Владимир Путин получает подробную информацию обо всем происходящем в стране, о происходящем в других странах. Даже информация о российско-украинской войне от российских военных вначале поступает на столы сотрудников Федеральной службы безопасности России, затем перенаправляется в Совет безопасности России, возглавляемой бывшим главой ФСБ Патрушевым. А уж после этого чекистского фильтра поступает на стол президента Российской Федерации Владимира Путина, тоже бывшего руководителя ФСБ, который и принимает окончательное решение. Поэтому понятно, что решение о миграционной атаке на Финляндию, скорее всего, было принято лично Путиным в рамках общей стратегии дестабилизации стран, которые решили присоединиться к Североатлантическому Союзу и помочь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Как видим, когда Путин говорит о войне на истощение, он рассчитывает не только на крах украинского государства и на то, что ему удастся занять территорию ненавистной Украины и присоединить ее к России. Он хотел бы вести войну на истощение против всех тех стран, которые борются за восстановление международного права и порядка в мире, которые оказывают Украине поддержку, которые в конце концов хотели бы обеспечить собственную безопасность на фоне ухудшающейся ситуации в мире и не собираются просто так сидеть и смотреть, как Путин все больше и больше углубляется в сумеречную реальность многолетней войны в Европе. Поэтому можно с уверенностью говорить, что миграционная атака на Финляндию – это отнюдь не последнее решение российского президента и Федеральной службы безопасности России, направленной против соседней страны. Точно так же, как не последним была история с аварией на энергопроводе. Нет. Я думаю, что у Федеральной службы безопасности России уже сейчас есть совершенно конкретный, детализированный, расписанный во времени план диверсионных мероприятий по отношению к Финляндии и по отношению к другим странам Европейского Союза, где удастся подобные планы реализовать. Тут будет и подрывы военных складов, и сотрудничество с террористическими организациями, и диверсии. Все, что поможет терроризировать и дестабилизировать Европу, будет задействовано России в ближайшие военные годы. Потому что Россия рассматривает свою войну с Украиной как частный случай своего противостояния с цивилизованным миром. Для России Украина скорее полигон для большой войны, который должен пригодиться в случае расширения характера боевых действий. А вот европейские страны это полигон для дестабилизации ситуации, для диверсионных акций. Иммигранты тут вполне важный инструмент, если мы вспомним, кстати, как миграционный кризис со времен Сирийской войны помог Российской Федерации практически изменить на время политический ландшафт в Европейском Союзе и помочь приходу в парламенты право и лево радикальных организаций, тесно сотрудничающих с Россией и нередко получающих даже деньги от Владимира Путина. Поэтому миграция для российского президента это волшебное слово, которое является синонимом слова дестабилизации. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Байми и Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютюбе. Мира вам!